Сегодня в Архангельске наградили финалистов 4-го национального чемпионата навыки мудрых. Напомним, это состязание проводится по стандартам WorldSkills для мастеров различных профессий старше 50 лет. По итогам турнира в число лучших вошли три наших земляка. С ними познакомился Алексей Карельский. Много лет это трио упорным трудом повышает пробу своих золотых рук. В этом году почти добрались до высшей. На национальном чемпионате профмастерства навыки мудрых, являющемся частью движения WorldSkills, наши земляки вплотную приблизились к пьедесталу почета. А сегодня за свои достижения получили особую награду – медальоны. Она присуждается конкурсантам, которые качественно и полностью выполнили конкурсное задание и набрали более 700 баллов. В компетенции «Поварское дело» медальон заслужила преподаватель Пинерского индустриального техникума Мария Завернина. Награда в дисциплине «Электромонтаж» досталась Борису Логинову. Больше 20 лет он преподает в Котловском электромеханическом техникуме. С одной стороны, самому хотелось попробовать силы с участниками из других регионов России. И с другой стороны, своим примером, молодым нашим участникам, показать, как нужно работать, добиваться результатов. По итогам турнира мастер занял четвертое место. Такая же планка покорилась и Евгений Кушнир. За награды в компетенции «Парикмахерское искусство» она боролась уже в третий раз. Когда ты стабильно работаешь на одном и том же месте, в общем-то, обучение проходишь не так часто, а стремление победить, начинаешь учиться. Мастер доучилась до того, что сегодня сама является экспертом чемпионата WorldSkills, оценивает студентов. На такую преемственность в том числе и направлена вся цепочка чемпионатов профмастерства. Поддерживает это движение и областное правительство. Готовятся мастерские современные, осмещенные новейшим оборудованием по стандартам WorldSkills. Ребята с ними работают, потому что придя на производство в реальный сектор экономики, они должны потратить минимум времени для адаптации. Если же говорить о навыках мудрых, тем, кому за 50+, то это люди, которые могут выступить наставниками. Что же касается материальной базы для передачи опыта, то в этом году в учебных заведениях региона будет открыто 12 мастерских, оснащенных по стандартам WorldSkills. До 2024 года за счет федерального гранта еще 31. Алексей Карельский, Евгений Зыков, Регион 29.